добрый день заключение нашего курса давайте мы немножко поговорим про кольца и алгебры точнее про их гомоморфизмы и связанные с этим понятия вот просто одна из целей чтобы увидеть как подобная же теория работает в другой ситуации какие изменения приходится выносить ну давайте я сразу напомню по кольцо мы все это помним но на всякий случай стоит это множество с двумя бинарными операциями такими что относительно сложения это абелева группа относительно умножения это говорят нам маноид полу группа с единицей с нейтральным элементом по умножению и еще умножение дистрибутивно относительно сложения причем я напоминаю по умножению кольцо не обязана быть коммутативным умножение может быть не коммутативным и ну в этом случае дистрибутивность должна быть записана в обе стороны обеих сторон то есть не коммутативном случае нам приходится писать что она б плюс c это а б плюс отца ну и наоборот а плюс бы на c это отцепь бы ц эти свойства не следует друг из друга вот это у нас кольцо а алгебра ну вот давайте может быть хотя давайте попытаемся быть формальными кольцо алгебра полем f это кольцо и одновременно с этим линейное пространство при этом сложение у нас в кольце и в линейном пространстве одно и то же да то есть мы это сложение используем и как сложение в кольце и как сложение в линейном пространстве над f и при этом мы должны выполняться еще дополнительное условие то произойдет если мы умножаем произведение двух элементов на скаляр для любых альфа из f и а б из альфа умножить на оба это то же самое что в этом произведении альфа умножить на любой из сомножитель альфа а на b и а на альфа b такое вот дополнительные условия нам требуется ну по сути дела это нам говорит то в алгебре умножение это били нейное отображение из нашего пространства в это же самое пространство то есть вот это условие в купе дистрибутивностью нам говорит что умножение это били нейное отображение из r на r в когда мы обсуждали тензоры мы об этом уже говорили мы предполагаем еще раз повторяю что все кольца и алгебры у нас единицы то есть там есть нейтральный элемент по умножению но давайте сразу оставлю замечание что для многих целей бывают нужны кольца и алгебры без единицы то есть тогда мы должны предполагать что по умножению у нас просто полугруппа то есть умножение просто ассоциативно ну и дистрибутивно естественно тоже но единица не предполагается сейчас мы наверное будем разбираться со случаем когда единица есть но на самом деле случай когда единицы нет получается обычно какими-то минимальными изменениями теория в этом случае очень похожа замечательно давайте мы первым делом да и давайте я сразу еще напомню то обычно в определение кольца с единицей включаются условия что единица не равна нулю если единица будет равна нулю это будет означать что поле состоит только из нулевого элемента 0 умноженное на что угодно дает нам 0 единица умноженное на что угодно дает это самое что угодно поэтому если единица вдруг равна нулю то поле стоит то кольцо вот это состоит только из нуля и это не очень интересный случай обычный случай исключают мы можем сказать мы можем дать такое же определение характеристики и она тоже будет либо нулем либо уже произвольным натуральным числом но оно не всегда имеет те же она не всегда имеют те же самые свойства например если у вас характеристика равна нулю это еще не значит что ни на любой элемент сложный сам собой не будет нулем вполне может оказаться что он уже ноль как бы характеристика для друг характеристика как бы для других элементов не будет иметь того же самого значения такое бывает давайте мы сразу несколько примеров колец вспомним которые мы уже даже рассматривали какие вы знаем примеры колец z даже можно взять м при любом н правильно при простом n это будет поле кольцом вот это вот кольцо вычетов будет при любом н какие еще мы знаем кольца например матрицы правильно матрицы над полем это даже алгебра над f и даже можно взять матрицы над любым кольцом причем может быть даже не коммутативным даже над любым не коммутативным кольцом все равно можно определить кольцо матриц умножение матриц будет определяться ровно так чтобы там нужно обязательно вот понимать какие элементы пишутся слева какие справа элементы левой матрицы при перемножении строки на столбец пишутся слева элементы правые пишутся справа при этом соглашении это тоже окажется кольцом ну а если r было алгеброй то окажется и алгеброй над тем же самым полем ну и говорят нам кольцо многочленов над полем ну и в принципе можно определить кольцо многочленов точно также над даже произвольным кольцом хотя на дне коммутативным кольцом это кольцо многочленов имеет несколько меньшее значение чем над коммутативным коммутативными конечно же она тоже очень важно ну вот основные примеры которые у нас появлялись мы с вами помнили давайте двигаться дальше определение пусть r и s ну давайте я буду давать сразу аналогичное определение для колец и для алгебра это кольца или алгебры над каким-то полем f над ними тем же полем и тогда отображение и из r с это гомоморфизм колец или алгебра если она сохраняет и операции то есть ну все как обычно фиат а плюс b это фиат а плюс фиат б и от а б это фиат а фиат б значит внимание поскольку мы с вами говорим что у нас все кольца и алгебры с единицей то возникает дополнительное условие мы тут как бы такое соглашение единица считаются нуль арной операции в кольце да бинарная операция значит мы берем два аргумента унарная значит мы берем один бывает нуль арная операция то есть как раз выделяется фиксированный элемент в кольца то есть мы говорим фиат единицы равно единица этого требования нет если кольца и алгебры без единицы сейчас оно есть ну и случае алгебра что еще нужно добавить нужно добавить что умножение на скаляр тоже выдерживается да то есть скобках я дописал дописывающие это просто напросто линейное отображение вроде дела для алгебры если мы скажем что фи это линейное отображение то вот это вот условие тоже автоматически у нас выполнится естественно правильно вот ну и точно так же как с группами мы можем определить что такое ядро гемоморфизма это фи минус 1 0 то есть все элементы кольца r которые переходят в 0 образ гемоморфизма это естественно ну все как обычно и от а а и за ну то есть просто напросто фиат r правильно так ну непосредственно и замечание говорит нам образ фи это под кольцо в с ну под кольцо я забыл его наверное да напомнить что это такое но понятно что это под множество которое замкнуто относительно всех операций в частности для колец с единицей мы считаем что единиц там тоже содержится то что образ это под кольцо в с это тривиально просто потому что вместе с любыми двумя образами элементов в нем содержится их сумма и их произведение правильно вот ну а также обратный по сложению а вот что такое ядро гомоморфизма это вопрос несколько более интересный случае групп мы говорили что это должна быть нормальная подгруппа сейчас это естественно должна быть нормальная подгруппа в группе по сложению но это нам не очень много чего говорит потому что группа по сложению у нас все равно абелева и подгруппу это там нормальный все правильно но вот умножение добавляет дополнительные требования и вот мы даем такое определение пусть r это кольцо тогда под множество и давайте я сразу так напишу мы берем под множество не совпадающие со всем кольцом так вот это под множество называется идеалом или еще иногда говорят двусторонним идеалом сейчас я поясню почему двусторонний если выполняются следующие условия во первых и и давайте вот так вот напишу и плюс это подгруппа в аддитивной группе кольца по сложению оно должно быть подгруппой если мы понимаем что мы идем к описанию ядер гомоморфизмов и второе условие говорит вот что что для любого а из r а и и и а содержатся в и то есть идеал выдерживает умножение на любой элемент даже кольца а ну то есть если непосредственно это расписывать да для любого а из r для любого б из и а б и б а держится в и двусторонним идеалом он называется потому что бывают односторонние идеалы левый идеал означает что вот первое условие верно то есть он выдерживает умножение на любой элемент слева правый идеал что он выдерживает на умножение на любой элемент справа нам они сейчас не понадобятся мы разбираемся только достаточно базовой теории но в принципе левые правые идеалы тоже бывают достаточно нужны когда речь идет о модулях над кольцами это вот аналог того аналог понятия действия группы на множество да если мы хотим подействовать кольцом на какой-то объект этот объект будет называться модулем и вот при изучении их в частности левые правые идеала имеют достаточно большую роль ну вот мы говорим только о двусторонних идеалах их еще называют просто идеалами и вот мы и будем называть их просто идеалами за тем что ядро у нас это всегда строгое подможество ядро не может совпадать совсем кольцом почему потому что единица точно переходит не в ноль правильно она переходит единицу а единица мы сказали точно отлично от нуля обычно из идеалов исключают подможен и исключают все кольцо так вот утверждение вот мы к этому движемся да пусть и это гомоморфизм колец или алгебра а я забыл сказать что такое идеал алгебры давайте мы сначала это скажем да во первых я забыл сказать обозначение обозначение такое же как в группах ну потому что вот мы как бы говорим о ядре гомоморфизма забегая вперед идеал в алгебре определяется также только ну как вы думаете что еще должно быть умножение на скаляр тоже должно выдерживаться то есть и должно быть еще и под пространством в r ну под пространством над f ну и вот соответственно пока что не очень страшно пусть фи из r в s это гомоморфизм колец или алгебра тогда ядро фи является идеалом в r доказательства ну вот давайте мы сразу проговорим тот вопрос который уже задали правильно поскольку фи от единицы отлично от 0 ядро фи не совпадают с r поскольку фи это гомоморфизм аддитивных групп ну глядите на самом деле ну да это этого достаточно то что он сохраняет сложение конечно же достаточно поскольку фи это гомоморфизм аддитивных групп то а а а и естественно подгруппа в аддитивной группе r то есть си это гомоморфизм колец в частности это гомоморфизм групп по сложению ну наконец если а а элемент r а b это элемент и то элемент ядра да а конечно же фи от а б нам говорят это фи от а на фи от б то есть фи от а на ноль поскольку б лежит в ядре ну а умножение на ноль любой элемент обнуляет это я напоминаю мы когда-то даже доказывали это ну совсем просто доказать значит а б лежит в ядре ну и аналогично б а также лежит в ядре ну наконец осталось еще сказать что будет в случае алгебр фи это линейное отображение ну а значит мы с вами знаем что ядро любого линейного отображения это подпространство правильно следовательно ядро фи от пространство в ну и таким образом наше утверждение уже доказ давайте двигаться дальше ну ну как обычно как было из группами следующий вопрос такой мы с вами если мы хотим описать все ядра гомоморфизмов из р куда-нибудь мы уже поняли что каждое ядро является идеалом но вдруг да не все идеалы могут являться ядрами гомоморфизмов правильно давайте мы опять же таки построим явным образом такой гомоморфизм у которого ядро заранее заданный идеал тут я должен сразу прежде чем двигаться чем это сделать давайте я сразу напомню одно понятие кажется мы о нем уже говорили но напомнить будет не грех потому что вот в курсе линейной алгебры мы как-то его оставили немножко за кадром так пусть в линейное пространство над f а у это какое-то подпространство в тогда мы с вами можем определить уж по крайней мере фактор группу в по у потому что мы знаем что у их в это аддитивные группы правильно группу по сложению у это подгруппа в и вот тогда фактор группу фактор группа в по у наделяется также структурой линейного пространства над f если мы имеем скаляр альфа из f альфа в плюс у давайте я вот так вот обозначу да это элемент нашей фактор группы мы можем альфа определить что альфа на в плюс у это альфа в плюс у вот ну все аксиомы линейного пространства проверяются тривиальным образом и давайте мы сейчас этого делать уже не будем все мы проверяются непосредственно ну и давайте уж я сразу скажу что означает давайте мы обсудим немножко вопрос чтобы это вот было немножко более ясно что такое линейная независимость в вот этом вот фактор пространстве давайте я спрошу элементы в один плюс у и так далее вк т плюс у вот в этом фактор пространстве линейно независимы то это означает это означает то не существует нетривиальной линейной комбинации то есть нетривиального набора альфа один и так далее альфа катова скаляров из f такого что сумма альфа и т на в и т плюс у равна нулю а 0 это что такое ну это 0 плюс у правильно 0 плюс у в нашем фактор пространстве а ноликом над ноликом вектор спасибо так давайте вот я это условия обозначу через звездочку ну а что означает вот это вот звездочка звездочка означает что просто напросто вот мы эту линейную комбинацию с помощью того выглядит сложение элементов в фактор группе и умножение на скаляр фактор пространстве мы можем сказать что здесь у нас написано вот что что сумма поед одного до к альфа и т и в и т и все это плюс у должно быть равно 0 плюс у ну а это равносильно просто тому то вот это вот самая линейная комбинация в и т то вот это и и и и и так наши элементы линейно независимы тогда и только тогда когда ну во первых естественно сами выйти должны быть независимы иначе мы такую линейную комбинацию уже подберем которая равна нулю и лежит у правильно когда в 1 и так далее в к то линейно независимы в и при этом никакая нетривиальная линейная комбинация не содержится в у то есть по сути дела их линейная оболочка пересекается с у по нулю никакой ненулевой вектор из их линейной оболочки не содержится в у говорят нам вот условия линейной независимости ну и отсюда частности сразу вытекает как следствие то какова размерность этого пространства в случае когда вы конечномерно когда вы конечномерно то размерность вот это вот фактор пространства это просто размерность в минус размерность у потому что линейные независимые векторы вот в этом фактор пространстве мы умеем выбирать вот нам говорят таким образом и значит максимальное количество их это это будет что такое это будет базе в каком-то прямом дополнение в у в в правильно и значит их будет ровно вот столько так ну вот это вот лирическое отступление чтобы нам дальше можно было говорить про эти фактор пространство в случае алгеб так но пусть теперь вот давайте мы посмотрим как нам построить по любому идеалу как я обещал уже соответствующий гомоморфизм и так пусть р это кольцо или алгебра и и это идеал в r тогда мы можем рассмотреть фактор группу р по и мы с вами знаем что и это подгруппа в аддитивной группе р группе р по сложению да и значит такую фактор группу мы уже м рассматривать и введем на ней умножение следующей нехитрой формулой если я хочу перемножить два элемента этой фактор группы они имеют вот такой вот вид где а и b из r то естественно хочется мне ввести это умножение просто как а b плюс и я хочу сделать небольшое замечание вот когда мы говорили когда мы определяли с вами фактор группу мы говорили что перемножение двух левых смежных классов это просто их произведение поэлементные правильные у нас это тоже получалось левым смежным классом к сожалению в данном случае вот такая же простая идеология не проходит если вы перемножить и вот эти вот множество у вас совершенно не факт что получится а b плюс все и у вас получится давайте мы посмотрим то про получится да а плюс и на b плюс и то у нас получится если я раскрою скобки то я получу кстати даже не обязательно то же самое я получу какое-то надо множество правильно это все должно содержаться вот каком множестве а b плюс а и плюс и b плюс и квадрат правильно и даже под здесь вот включение не факт то не строгое правильно потому что может быть что и потому что я должен если я выделил какой-то элемент из и здесь выделил какой-то элемент из и здесь то именно они будут перемножаться последним слагаемым но даже и вот это вот мы с вами знаю что это все содержится в и но совершенно не факт что равно и поэтому вот так напрямую мы как произведение двух множеств определить это дело не можем но может быть не равно и поэтому нам придется сейчас доказывать что это определение корректно я пишу утверждение это определение корректно давайте мы ровно в этот момент пойдем на перерыв благо звонок и заодно поймем ну а я после перерыва проговорю что же нам нужно от этого отображать от этого определения какую корректность нужно проверять а кто может сказать что нужно проверить чем некоторая неоднозначность этого определения конечно же да что это отобрать это определение не зависит от того каких представителей либо смежных классов по и мы выбираем вдруг да я здесь выберу другого представителя и получу другой элемент здесь итак давайте продолжим нам нужно проверить корректность нашего определения то есть нам нужно проверить что вот этот элемент который у нас написан справа не зависит от того каких представителей а и б левых смежных классов мы будем выбирать ну давайте мы докажем что мы можем а заменить на любой другой элемент пусть а штрих лежит в а плюс и ну то есть по-другому я скажу а штрих минус а лежит и правильно тогда что такое а штрих б плюс и это естественно штрих минус а на б плюс а б плюс и я вычел а б и добавил а б правильно но вот этот элемент у нас мы сказали что а а штрих минус а лежит и а значит и весь элемент а штрих минус а умножить на б лежит и мы как раз воспользовались тем что и это идеал правильно без этого у нас бы ничего не прошло элемент идеала умноженный на элемент кольца тоже должен быть элементом идеала как нам говорит наше определение то есть вот этот элемент лежит и и ну а значит здесь у нас написано а б плюс и и того если мы заменили а на а штрих то вот этот вот элемент нашей фактор группы не изменился ну естественно совершенно аналогично используя инвариантность идеала относительно умножения на элементы кольца с другой стороны мы получаем что для любого б штрих и б плюс и мы получаем что а штрих б штрих плюс и это то же самое что а штрих б плюс и заменяем б штрих на б ну и то же самое что а б плюс ну соответственно мы с вами и доказали что наше определение коррект ну теперь нам теперь нам уже не сложно доказать следующее теорему и так пусть r это коллекцион или алгебра тогда тогда фактор r по и с введенными операциями сложение у нас там уже введено это фактор группа умножение мы тоже определили умножение на элементы поля или умножение на сколяры в случае алгебры мы с вами тоже знаем что уже определены мы поговорили про фактор пространства правильно в нашем случае если r это алгебра то и это еще и подпространство тогда здесь будет фактор пространства и так тогда это этот новый объект тоже получился кольцом или алгебры ну при этом у нас существует отображение пи из r фактор группу по и вот тот же самый канонический эпиморфизм который каждый каждый элемент переводит в а плюс и это эпиморфизм уже колец или соответственно алгебра ну и тривиально ядро пи равно и только и налогом с и и Давайте мы вкратце это проговорим. Доказательство R, P, E – это фактор группы, а следовательно, по сложению. Ну, а в случае алгебр и даже линейное пространство, в случае алгебра, когда R у нас алгебра. Значит, умножение, ассоциативность умножения и дистрибутивность относительно сложения следует из этих же свойств в кольце R. Ну, давайте мы это проверим, например, для дистрибутивности. Значит, если я хочу A плюс I, давайте мы введем такое обозначение для краткости, оно очень полезно. Обозначение. Вместо A плюс I я буду писать просто A с чертой. Если использовать это обозначение, давайте мы проверим, например, дистрибутивность. Что такое A с чертой на B плюс C с чертой? Это, естественно… Точнее, извините, давайте вот так вот. Нам нужно же проверить, что такое A с чертой на B с чертой плюс C с чертой. Правильно? И вот первым делом мы вот это вот как раз умножение на сумму двух элементов, вот в этом вот R по I. Правильно? A с чертой на B с чертой плюс C с чертой – это то же самое, что A с чертой на B плюс C с чертой, поскольку… Ну, просто поскольку по свойствам фактор группы. Это по определению, по нашему умножению, есть то же самое, что A на B плюс C с чертой. Здесь мы можем воспользоваться свойствами кольца, сказать, что это A B плюс A C и все это с чертой. Правильно? Просто я под чертой заменил элемент на равный ему. Ну, а теперь мы можем сказать, что это A B с чертой плюс A C с чертой, воспользовавшись тем же свойством черты относительно сложения. И можем сказать, что это A с чертой на B с чертой плюс A с чертой на C с чертой, опять же-таки по определению нашего умножения. Вот мы и доказали, что умножение дистрибутивно относительно сложения, но остальные свойства доказываются аналогично. Ну и, наконец, нейтральный элемент по умножению – это, естественно, единица с чертой, то есть единица плюс i. Ну и она отлична от i, поскольку, напоминаю, мы сказали, что i – это не все кольцо. Так, а почему именно 1 плюс i отличен от i? Давайте мы это тоже осветим. Мы сказали, что i – не все кольцо, но нам-то нужно это для конкретного элемента доказать. Поэтому давайте мы это тоже проговорим. Если бы единица лежала в i, то i, единица, умноженная на любой элемент кольца, содержалась бы в i. То есть r содержалась бы в i. А это невозможно. Ну и таким образом Вот эта вот фактор группа у нас стала кольцом или даже алгеброй. Ну и, наконец, пи – это гомоморфизм, пи определенный вон там вот, это гомоморфизм колец-дробь алгебр. Тоже по достаточно тривиальным соображениям. Во-первых, пи – это гомоморфизм апелевых групп, просто потому, что мы знаем этот же факт для групп. И в случае алгебр – линейное отображение. Просто потому, что отображение из пространства, фактор пространства является линейным отображением. Это из определения фактора пространства немедленно выводится. Ну и, во-вторых, естественно, пи от АВ – это АВ с чертой, ну а это по определению А с чертой на В с чертой. То есть пи от А, пи от В. То есть пи сохраняет умножение, ну и, наконец, пи от единицы – это единица с чертой, как оно и должно было быть. Ну и таким образом наша теорема уже доказана. То есть мы доказали, что действительно каждый идеал является ядром некоторого гомоморфизма. Ну и, наконец, коль скоро уж мы это с вами сделали. То мы можем доказать и следующую теорему. Ну, как вы думаете, какая должна быть следующая теорема, если проследовать по тем же путям? Ну, не, перед ней должна быть основная теорема о гомоморфизмах уже колец, правильно? Основная теорема о гомоморфизмах групп говорила нам что? Что в некотором смысле гомоморфизм группы задается своим ядром, правильно? То есть образ зависит только от того, какое ядро у нашего гомоморфизма. Основная теорема о гомоморфизмах колец. Или алгебра. Итак, пусть фи из r в s – это гомоморфизм колец и алгебр. Тогда образ фи – это под кольцо в s. Ну, вот так вот это обозначают, да, все-таки, следуя тем же самым правилам. То есть я пишу под кольцо, дробь под алгебра в s. Ядро фи – это идеал в r, ну и фактор кольцо r по ядру фи из аморф на s. Не s, конечно же, извините. Из аморф на образу фи. Так, ну я забыл, конечно же, сказать, что определенное фактор, что определенное вот это вот кольцо или алгебра в нашей предыдущей теореме называются, ну вы, наверное, догадались, фактор кольцо или фактор алгебры. Ну и вот здесь вот у нас, соответственно, и происходит из аморфизм либо колец, либо алгебра. Доказательства. Ну, первые два утверждения, что образ фи – это под кольцо в s, а ядро фи – это идеал в r, мы с вами уже доказали. Ну, а последнее свойство доказывается, вот этот вот из аморфизм ключевой доказывается точно так же, как и для групп. Пусть у нас есть некоторый элемент из образа фи. Ну, раз он из образа фи, то он представляется в виде фи от а, где а из р. фи от аморфизм ключевой доказательства. Тогда, если мы возьмем фи минус первый от s, то я утверждаю, что это будет в точности а плюс ядро фи. Ну, действительно, то означает, что какой-то элемент а-штрих лежит фи в минус первый от s. Это равносильно тому, что фи от а-штрих равно s, то есть равно фи от а. фи от а-штрих минус а. Это фи от а-штрих минус фи от а. То есть 0. ну, а это, в свою очередь, равносильно тому, что а-штрих минус а лежит в ядре фи, то есть что а-штрих лежит в а плюс ядро фи. Итак, прообраз каждого элемента в образе это в точности смежный класс по ядру нашего гомоморфизма. Ну, и теперь давайте определим отображение тета из образа фи фактор по гидрофи именно вот тем самым свойством. Тета от s это фи в минус первый от s. Мы с вами понимаем, что это как раз элемент нашего фактора кольца, правильно? Мы поняли, что фи в минус первый от произвольного элемента образа это в точности элемент фактор кольца. Тогда я утверждаю, что тета это требуемый изоморфизм. Во-первых, тета сохраняет операции, ну, это у нас достаточно тривиально, да? Если давайте я так скажу, фи от а и фи от б лежат в образе фи, если я возьму произвольные два элемента образа, я их могу сразу записать как фи от а и фи от б, фи от фи от б, то, конечно же, тета от фи от а это а с чертой, тета от фи от б это б с чертой, ну, а с чертой я обозначаю, естественно, как а плюс ядро фи, да? И б с чертой это б плюс ядро фи. Ну, от тета, от фи от а плюс фи от б, это то же самое, что тета от фи от а плюс б, поскольку фи это гамморфизм, это у нас а плюс б плюс ядро фи, ну, то есть а плюс б с чертой, а это равно а с чертой плюс б с чертой. То есть тета от фи от а плюс тета от фи от б. Сохранение остальных операций проверяется в точности аналогично. Ну, и, наконец, чтобы доказать, что тета это беекция, достаточно предъявить тета в минус первой. Тета в минус первой из фактора по ядру в образ фи будет устроен очень просто. Тета в минус первой от а плюс ядра фи это просто будет фи от а, потому что мы знаем, что фи от всех этих элементов в точности равно фи от а. Тут непосредственно проверяется, что это действительно тета в минус первой. ну, и таким образом требуемый изоморфизм колец или алгебра построен, и основная теорема о гомоморфизме доказана. значит, тут стоит сказать некоторое замечание. Хотелось бы первую и вторую теорему об изоморфизмах тоже доказать, и давайте я этого делать все-таки не буду. Сейчас я скажу, почему. Первая и вторая теоремы об изоморфизме для колец также выполнены только, значит, если допускать, ну, для колец или алгебра, если допускать кольца или алгебры без единицы, потому что нам там приходится брать соответствующие под кольца и под алгебры, в частности, произведение двух идеалов в одной из этих теорем понадобится, а оно не всегда, ну, то есть, оно чаще всего без единицы, правильно? Эти теоремы я сейчас доказывать не буду, но желающие могут выяснить, как это все устроено, ну, доказатель, там на самом деле что формулировки, что доказательства будут очень похожими на то, что происходит в группах. так, ну, и в заключение этого разговора хочется немного поговорить о том, ну, давайте мы в качестве примера применения всей этой теории поговорим немного об идеалах кольца многочленов над полем. И сразу говорю, я рассматриваю кольцо многочленов от одной переменной с двумя и более переменными, там теория гораздо более богатая, ну, и отчасти даже незавершенные, можно сказать. там в кольце многочленов от одной переменной все устроено достаточно просто. Значит, давайте я сразу дам вот такое полезное определение. Пусть И это идеал в кольце, И называется главным идеалом. Ну, вот я сейчас уже чуть-чуть конспективно пытаюсь это сказать. Значит, если он порожден как идеал одним элементом. То есть, это аналог, по сути дела, ну, некоторый аналог циклической группы. Значит, давайте мы обсудим, что это такое, что означает, что идеал порожден как идеал. Естественно, если вы выбрали произвольное множество элементов кольца, вы можете попытаться ими породить идеал, как самый маленький идеал, содержащий их всех. То есть, пересечение всех идеалов, содержащих их всех. Иногда не получится, потому что получится все, кольцо. Во всех остальных случаях идеал, естественно, получится. Значит, идеал, порожденный элементом А из Р, это вот что такое. Значит, если Р коммутативно, то есть, умножение в нем коммутативно, то идеал, порожденный элементом А, это очень простая штука. Это А на Р или Р на А, неважно, потому что умножение коммутативно. Правильно? То есть, множество всех элементов А, где Р из Р непосредственно проверяется, что это и есть, что это есть идеал. Все эти элементы обязаны лежать в идеале, если А лежит в идеале. И они как раз идеал и образуют. В общем случае, нам он сейчас не пригодится, но это будет гораздо более тяжелая штука. Обозначается она вот таким вот образом. Но, к сожалению, в теории колец, если вы хотите, чтобы то, что у вас получилось при подобной операции, являлось хотя бы Абелевой подгруппой, то вам приходится применять какие-то дополнительные ухищрения. Потому что вот само по себе вот это множество, если мы будем его понимать, как множество всех элементов Р умножить на А, на все элементы Р, да, оно даже Абелевой подгруппой не будет. Поэтому в теории колец принято подобные записи, если нужно воспринимать следующим образом. Это не просто множество всех таких вот произведений, а это подгруппа по сложению порожденное ими. По сути дела в данном случае это будет множество сумм всевозможных подобных произведений, где Р и Т и С и Т лежат Р. Все такие суммы обязаны лежать в идеале, если А лежит в идеале. Ну и на самом деле все такие суммы уже нетрудно проверить, кто действительно образует идеал. Это и будет главный идеал, порожденный элементом А. Вот. И тут бывают такие очень хорошие ситуации, когда кольце давайте я сразу скажу, что мы сейчас будем ограничиваться коммутативным кольцом. Коммутативное кольцо R называется кольцом главных идеалов, если в нем все идеалы главные. Так. Значит, давайте мы сразу введем обозначение для идеала, порожденного элементом А. Чаще всего он обозначается А в круглых скобках. То есть, вот, я могу вот так вот приписать. Так вот, утверждение кольцо многочленов над полем от одной переменной это кольцо главных идеалов. То есть, каждый идеал в нем порожден порожден на самом деле одним многочленом. Доказательство очень простое. Пусть и это идеал, в нашем кольце если и нулевой идеал, то есть, состоящий только из с нуля, то, естественно, он и порожден многочленом ноль. А иначе давайте мы выберем в И ненулевой многочлен F наименьшей степени. Я утверждаю, что им этот идеал и породится как идеал. Тогда для любого элемента G из И мы можем его с остатком разделить на F. G равно Q F плюс R, где Q и R это элементы нашего кольца многочленов и степень R меньше, степень F. Но кто такой R? R это G минус Q на F. G лежит в нашем идеале. F лежит в нашем идеале, мы его оттуда выбирали, правильно? Значит, и Q на F тоже лежит в I. Ну, а значит, и R получается лежащим в I, и это элемент в I степени меньше, чем F. Как такое может быть? Только если R равно нулю, правильно? Раз мы выбирали многочлен наименьшей степени, то R равно нулю из выбора F. Значит, любой многочлен G лежит, любой многочлен G из I лежит в идеале порожденном F. Он получается это Q на F, то есть лежит в идеале порожденном F. Ну и естественно идеал порожденный F тоже содержится в I. Следовательно I и есть идеал порожденный F. Так, ну и коль скоро мы вот это вот получили, давайте мы опишем еще и вот какую ситуацию. Следующее утверждение говорит нам вот что. давайте рассмотрим произвольный идеал нашего кольца многочлена порожденный каким-то многочленом F. Тогда фактор по этому идеалу является полем тогда и только тогда когда F неприводим то есть каждый неприводимый многочлен задает нам немедленно поле полученное вот таким вот вот такой вот факторизацией. Давайте я сразу сделаю замечание. это поле автоматически является алгеброй над F потому что не кольцо многочленов является алгеброй над F и на самом деле любой идеал тоже будет являться алгеброй над F ну тоже будет являться идеалом его как алгебры. Это на самом деле общая степь ситуация если у вас алгебра с единицей то ее идеал как кольца и ее идеал как алгебры это одно и то же желающие могут это понять. На самом деле это часть более общего утверждения но давайте мы докажем это именно в такой ситуации. Доказательства если F приводим это значит что F представляется в виде произведения двух многочленов степени которых меньше чем степень F ну а значит эти многочлены естественно не лежат в идеале порожденном F идеал порожденный F это просто все многочлены кратные F многочленов степени не меньше чем степень F там быть не может правильно вот поэтому же и ты не лежат F ну а это значит что фактор кольца давайте уж мы закончим доказательства этого утверждения чтобы не оставлять его на через две недели фактор кольца мы получаем что же и ты с чертой не равны нулю поскольку они не содержатся в идеале правильно но G1 с чертой на G2 с чертой это F с чертой то есть это 0 значит в нашем фактор кольце есть два ненулевых элемента произведения которых 0 а это поле невозможно правильно пусть теперь F не приводим тогда нам нужно доказать что фактор кольцо это поле но мы уже точно знаем что это кольцо поскольку это фактор кольцо и мы уже точно знаем что оно коммутативно правильно раз F от X было коммутативным то естественно и фактор кольцо тоже будет коммутативным умножение в нем будет коммутативным нам осталось доказать что любой ненулевой элемент В этом вот фактор кольца обратим, ну где g, это какой-то многочлен. Я взял элемент этого фактора кольца, g с чертой, хочу выяснить, почему он обратим. Так как этот элемент не ноль, f не делит g, правильно? Если бы f делил g, то g с чертой был бы нулевым элементом. Он лежал бы в идеале. Это означает, что нот f и g равен единице. А это означает, что существуют такие многочлены, которые эту единицу представляют. Что f на r плюс g на s есть единица. Ну а это означает, что что будет с этим равенством, фактор кольца. Единица с чертой, есть g с чертой на s с чертой, плюс f с чертой на r с чертой. Но r с чертой это ноль. Вот мы с вами и нашли обратный элементу g с чертой, правильно? Это вот этот самый s с чертой. И наше утверждение доказано. Давайте вот я последнее замечание сделаю, которое проясняет смысл этого фактора кольца. Дело в том, что вот в этом фактор кольца, это у нас алгебра над полем f, то есть можно сказать, что это расширение поля f, правильно? Она содержит в себе поле f. Так вот, в этом фактор кольца есть корень многочлена f. Это не что иное, как x с чертой. Потому что, если я возьму f от x с чертой, в силу того, что у нас фактор кольцо, ну это гомоморфный образ просто-напросто, да, кольца всех многочленов, мы получаем, что это f от x с чертой. То есть вот эта процедура, факторизация кольца многочленов по идеалу, порожденному неприводимым многочленам, позволяет как бы добавить к полю f корень любого неприводимого многочлена. Найти его над поле, это будет именно полем, правильно, содержащим f, в котором уже содержится корень многочлена f. Вот, ну на этом, наверное, на сегодня все. Еще раз напоминаю, что в следующий раз, когда это у нас будет, сегодня 24-е, следующее число будет 31 ноября, то есть 1 декабря, да. Значит, 1 декабря лекции не будет, вместо нее была прочитана лекция в понедельник, а 8 декабря последняя лекция будет. На ней будет рассказан некоторый материал, который в экзаменационную программу не войдет, ну просто вот я расскажу что-нибудь еще, какой-нибудь интересный факт из теории групп, я пока что еще думаю, какой. А на сегодня все, если есть вопросы, задавайте.